добрый день дорогие зрители с вами канал майкл чес и сегодня мы продолжим тему разбирайте реализации материального преимущества данной ситуации у белых лишний конь разыгранным позиции защиты бенони обычно эту защиту применяют черные но мы смотрим ее забил значит белый сыграть на что основной план за белый здесь это продвижение от и b4 захват пространства на ферзьевом фланге но также еще хороший ход конь е4 то есть игра по центру да есть план такой конь е4 конь h4 и мы потом продвинем пешку на f4 со вскрытием игры в центре давайте попробуем так сыграть давайте начнем с хода конь е4 если на скажу сразу если черные пешки его сразу сгонят отсюда то есть например сыграет f5 до места хода b6 наш кой мог бы пойти на c5 пешка сейчас на б7 стоит и у черных атакован слон и атакована будет пешка на е5 и это пешка погибнет поэтому черные пошли скромно б6 ну а мы давайте продолжим наступать мы пойдем а3 угроза b4 и продолжать наступать на ферзьевом фланге давайте сыграем b4 конь d8 черные пока стоят на месте но нам нужно закончить развитие можно сыграть статья а4 опять попытаться вскрыть игру да можно сыграть где-то конь h4 давайте попробуем спровоцировать черных на ход g5 не хотят черный ходят g5 но после g5 конь отступает на f3 и черные не могут сыграть f5 прогнать нашего коня потому что будет на g5 постоянно подвисать это пешка ну и вообще ход g5 был невозможный на самом деле из-за просто обычного хода конь f6 и вилка на короля и на ферзя конечно так что это была такая некая шутка с моей стороны троллинг такой так ну а теперь как будем играть нам нужно еще и вскрывать центр нам же выгодно вскрывать центр да то есть f4 черные наверно сыграют f5 но ничего страшного берем коня я жду ход f5 думаю компьютер сыграет так нет компьютер так не играет он ходит ладе d8 ставит просто фигуры по центру ну хорошо я думаю что принципе размены в пользу белых опять же простое правило имеешь лишнее меняйся давайте сразу буду меняться может быть был лучший ход может это не самый принципиальный но мне кажется что вполне достаточно у белых хорошая позиция конь f3 просто предлагаю размен потому что с каждым размером позиция улучшается давайте даже особо думать не буду сразу иду на размен вижу размен и иду на размен вижу размен и иду на размен так теперь можно сыграть слон f4 опять же с дальнейшими разменами давайте кстати так и сыграем слон f4 нападем нам напали на ферзя кстати довольно неприятно что конь пойдет сейчас на f3 но все равно позиция с хорошим перевесом конь сюда тут надо выбить иначе вилка до черных все-таки сильный слон но фигура ум лишняя у меня так что преимущество со но у меня давайте переключаемся на этот фланг сыграем ферзи в 2 спровоцировали взять и я тут советую бить ладейку же опять же чем больше фигу разменяем тем проще будет реализации разменялись да ученых есть сильная пешка но знаете не хватает не хватает тут ресурсов черным чтобы достаточно хорошо успешно сопротивляться мне так грозит ферзи е4 ферзь е4 нельзя пока ферзи 2 из-за просто банального d3 черный все-таки выигрывают эту пешку поэтому сейчас мы кого-то проиграем какую пешку нам лучше проиграть можно сыграть е5 потом после вскрытия играть на мат можно сыграть владица 1 и например после ферзи 4 сыграть c5 и вести нашу пешку ферзи я думаю что этот отход может последовать я примерно не надо одинаковы не знаю вот мне сначала хотелось сыграть владица 1 c5 сейчас я думаю уже больше над ходом е5 больше отходом е5 но давайте нет давайте ладья c1 все то что задумал изначально сыграем так и идем вперед идем в атаку c5 bc bc конечно же берем пешки для чего чтобы эта пешка была проходная теперь мы видим что черный ферзь блокирует пешку он прикован к защите то есть отлично с одну фигуру мы уже оттянули в защиту тут главное не земнуть смотрите то есть можно сыграть слон е6 вот так вот чтобы перекрыть линию но туда последует ладья d6 и на взятие пешки последует ферзь c1 так что будьте внимательны не зимните вот такие вот штуки давайте предложим размен ферзи и разве ферзи нам очень выгоден потому что наша пешка пойдет вперед черный как видите очень не хотят меняться не хотят меняться и кстати хотят отыграть пешку на c5 где-то если мы будем сейчас играть неправильно то можем потом где-то сыграть не точно так давайте сыграем ферзь е4 централизируем белого ферзя ферзь центре стоит очень неплохо d3 доведите эту пешку надо тоже блокировать нам потому что она тоже опасная но раз кстати пати слон е3 защитить пешку а пешку внутри выиграть давайте попробуем сделать вот так даже сыграть слон е3 сыграем так пока что h5 ну да у черных нет ни одного хорошего тут активного плана еще есть вариант поставить на б4 и потом забрать пешку так но у меня идея в чем заключается может быть с какой-то момент сыграл ладья d1 ладья d3 все разменяю хотелось бы конечно же разменять ферзи вот это мне больше давайте все таки сыграем ладья слон d2 все таки давайте заблокируем эту пешку король f7 черные стоят на месте но теперь у наша ладья освободилась может идти вперед можно сыграть ладья c4 можно сыграть ладья c3 с нападения на пешку d3 давайте сначала сыграем ладья c3 напали на пешку сразу выиграть конечно если я выгру и потеряю на c5 поэтому тут надо быть внимательным да может быть сначала короля на g2 увести потом ударить на d3 да ну посмотрим значит давайте можно король g2 сыграть ничего страшного что под рентген ладья видите не может отойти потому что будет ферзи 6 король g2 черный стоят на месте ну стоят стоят так на ладья d3 ладья d3 ферзи 6 а как же черным еще играть на ладья d3 непонятно потому что просто теряют кого-то ладья c5 сыграют останутся без фигуры принципе можно и сыграть и так хотя конечно же хочется мне чего-то большего может быть попробовать ладья c3 ладья d4 ну ладно давайте все-таки сыграем по простому наверное может быть не самый точная реализация давайте сыграем пока h3 не торопимся сделаем какой-то выжидательный ход черный ничего сделать сама не могут они стоят на месте и заберем знаете пора наверное забирать эту пешку ладья d3 ладья c5 и давайте все-таки пойдем на эти размены упростим игру потихонечку выиграем эту партию да сразу советую сыграть ладья d7 для чего отрезать черного короля по восьмой линии да но видите тактическим способом черный находит защиту да то есть нельзя бить с ладья g7 и золоходы ладья c2 ладно так и быть вернулись на d5 с темпом напали на пешку g6 давайте поставим слона на b4 чтобы не было никаких связок но теперь наш ладья будет отпадать вместе с королем будем идти сейчас вперед предложим сразу размен ладь если черный откажется мы заберем черные пешки если согласятся но тогда позиция становится технически выигранной довольно несложной давайте продемонстрирую как это можно сделать конечно же идем вперед королем король сам активная фигура в конце игры давайте слон c7 словно будем провоцировать эти пешки на движение их если черные двинутся пешкой например сыграли бы 5 то у нас сразу появляется король f4 король g5 и наш король прорывается к черным пешкам и мы без проблем доводим партию до победы тут нужно соблюдать некую осторожность если мы разменяем вот эти две пешки на черные три пешки будет теоретическая ничья так как эта пешка поле превращения не значит слон не поле превращения пешки поэтому это теоретическая ничья но нам не нужно менять пешки нам нужно желательно ученых просто их выиграть поэтому давайте сыграем пока король е3 сделаем выжидательный ход у черных рано или поздно ходы интересны закончится здесь можно дать шах дадим шах король f3 теперь мы с хотим сыграть g4 и король не 4 заблокировать но давайте разменялись король е3 просто ждем еще на заканчиваться полезные ходы и теперь наш король идет вперед теперь можно поставить цукцванг да и забрать первую пешку то есть слон е5 видите черную король уходить некуда и от пешки должны отступить мы заберем пешку на f5 забираем пешку ну и все теряют черные можно сыграть а4 уже не важно давайте слон c7 заберем тут уже принципе несложная реализация забрали здесь проводим ферзя и ставим мат король h5 g4 и вперед ферзи 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 ферзя провели и сразу же посмотрите отрезаем короля по последней линии то есть сразу короля отрезали чтобы он далеко не вышел теперь наш план значит подойти королем напротив черного короля и потом ферзем поставить мат вот мы делаем подходим королем напротив черного короля подходим подходим напротив черного он убегает но тут уже незамысловатый мат на b3 итак всем спасибо за внимание кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока